Доброе утро, добрый вечер, добрый день, у кого что? Всем привет! Сегодня мы с вами начинаем разбирать первый каст в предперии подходящего мастер-класса Agile Business Analytics, как писать эффективные User Stories. И тема нашего сегодняшнего мастер-класса – это 5 часто совершаемых ошибок при написании User Stories. Ну, вообще, хочу приветствовать всех и хочу увидеть, что вы нас слышите, вы нас видите и вы готовы обсуждать наши 5 ошибок. Поставьте, пожалуйста, плюсики, мы увидим, что вы нас слышите и вы нас видите. И, наверное, будет какая-то задержка, но все равно мы увидим ваши плюсики и увидим ваши вопросы по ходу нашего каста. Ну, самое первое, хочу вас пригласить на наш мастер-класс, который состоится 8 апреля, и напомнить, что с вами цены останутся у нас до 23 марта, поэтому записывайтесь, кому интересно. Ссылочка на мастер-класс для тех, кто хотел бы посмотреть более подробное свершение, будет опубликована в конце нашего сегодняшнего каста. Ребят, кто из вас уже пишет User Stories, кто из вас работает в Agile, поставьте, пожалуйста, единички, если вы уже работаете в Agile сейчас, на данный момент, и используйте User Stories. Поставьте единички, чтобы вы видели, с кем общаемся. А если вы сейчас не используете User Stories, то поставьте двоечки. То есть мы немножко тогда нашу информацию подкорректируем под нашу аудиторию. Ну, чего пока вы представляете единички или двоечки, лучше сказать, что сейчас, на самом деле, наверное, даже по всему миру, то есть не только в России, но мы сам навещаем из Америки, также в Европе и по всему миру, Agile набирает очень крупные обороты. Если вы сейчас еще не используете Agile, то не удивляйтесь, что следующий проект, на который вы пойдете, скорее всего, будет делаться по металлоге Agile. И, конечно же, для всех, кто работает с бизнесом, включая бизнес-аналитиков, продакт-оннеров, скрам-мастеров, тех же проект-менеджеров, которые сейчас, к сожалению, уже отживают в традиционной SLS-си-модели, все эти люди, включая даже разработчиков, переходят на написание User Stories. И вот сегодня вы с Амой хотели бы поговорить именно о тех пяти часто совершаемых ошибках, которые вы должны избегать как бизнес-аналитиков. Ну и, конечно, самая распространенная ошибка – это когда вы пишете User Stories, не используя либо вообще никакого формата, либо этот формат просто постоянно меняется. Ребят, когда мы пишем User Stories, у User Stories, так же, как и у обычных рекламов, с обычных требований, есть свой собственный формат. Этот формат, который уже давно был принят, давно был уже популяризирован через книги и абсолютно разных авторов и тренеров, и он уже давно должен быть всем известен. Но, к сожалению, постоянно на своей практике я вижу, что не используют формат. Что-то это происходит. На самом деле, по формату в нашей User Stories есть три части, да, и какая-то из них обычно, ну, часто отсутствует. Обычно это последняя часть. А часть – зачем? Зачем это требование, зачем эта история вообще притворяется в жизнь? Если, например, требование User Stories звучит слишком технически, потому что нет этого, почему? Бывает такое, что мы разрабатываем в спринте то, что не несет никакую ценность нашему заказчику. А мы должны помнить, что agile разработка – это не только гибкая разработка, да, но это еще приношение вот этой инкрементальной бизнес-ценности заказчику. И когда мы этот формат не следуем этому формату, да, получается, что мы что-то разработали, что на самом деле вообще не нужно. Вторая ошибка – это не использование определенных характеристик для написания User Stories. То есть, так же, как и в стандартном бодрополе, agile использует характеристики, которые довольно-таки уникальны для User Stories. Они не совсем соответствуют тем характеристикам, к которым мы привыкли в стандартном DLC. И именно поэтому вы должны знать, как разбивать User Stories на такие уникальные законченные единицы. И вот именно на нашем мастер-классе мы будем с вами делать, прорабатывать, как теоретически будем рассматривать, какие разные характеристики существуют, будем рассматривать примеры. И опять-таки на основе реальных кейсов, опять-таки на основе ваших реальных ситуаций мы будем смотреть, как сделать так, чтобы разбить тот или иной блок требований, не обязательно User Stories, они у нас еще не User Stories, это информация, такая сырая информация, которую мы получили от заказчика, как ее разбить на уникальные User Stories, которые с легкостью могут быть приоритизированы для того или иного спринта. То есть как сначала сделать из этого Epyx, потом сделать User Stories, как большие User Stories сбивать, это все, мы тоже об этом будем говорить. У меня такой вопрос к вам, ребята. Вот Ала только что озвучила вторую ошибку, а именно не следование вот этим характеристикам хороших историй. Как вывод вообще validate? То есть если у вас какой-то лист, по которому вы действительно смотрите на свои User Stories и говорите, да, вот оно соответствует этим характеристикам, значит все хорошо, значит можно пускать это уже в разработку в спринт. Есть ли у вас такое в вашей организации? Если есть, поставьте плюсики, если нет, поставьте минусы. И конечно же, если вы это сейчас не используете в вашей организации, вам будет очень интересно и полезно узнать, какие же это характеристики, как действительно свою User Stories по этим всем чекбоксам проверять. Ну, пока вы пишите, пишите, как вы это делаете. Также интересно про первую ошибку формат. Расскажите, какой формат вы используете. Используете вы все три части или же вы используете только два, не пишите зачем. А просто интересно, насколько эти ошибки свойственны вашей организации. Так, я вижу, что пишут, что используют кое-что, что-то не используют. Отлично. И может быть даже напишите, вот из того формата, который вы сегодня используете, из тех, может быть, характеристик, которые, какая ваша самая любимая, какая характеристика, которую вы используете чаще всего. Опять-таки на нашем мастер-классе мы будем покрывать те характеристики, которые несут наибольшую ценность. Поэтому приходите на наш мастер-класс, будем делиться как чек-листами, раздаточным материалом, так и прорабатывать это на практике. Прикондишн, бодипосткондишн. Марат, ну тут, наверное, немного вы взяли из юзкейсов, а не из юзисторис. Но, опять, иногда пишут это и в юзисторис, но это на самом деле... Окей. Прикондишн, бодипосткондишн. Хорошо, допустим, вот так это выразили. На самом деле, это мы, когда мы даем это в мастер-классе, это все проще, это через вопросы, которые вы сами себе задаете. Первая часть вот этому вопросу соответствует, потом что конкретно, да, и третья часть это зачем вообще все это делается и кому это нужно. Опять-таки, это очень простые вопросы, на которые мы отвечаем. Это по формату. По характеристикам, конечно же, мы касаемся шести характеристик. Это точно как и в обычных рекламенцах, которые должны быть testable, unique и все такое. То же самое есть и в юзисторис. Очень похожие характеристики, без которых вы вот эту валидацию требований не пройдете. То есть, если чего-то будет не хватать, значит, эти юзисторис не закончены, они не должны выходить у вас в разработку. Да, Марат, вот вы сейчас написали, кстати, формат о нее характеристики. Но опять, как Анна сказала, характеристики существуют разные. Мы будем покрывать самые часто используемые. Хорошо, ребят, спасибо, что поделились. Очень интересно, что у вас происходит в организации. И третья ошибка, на которую я бы хотела уже тоже перейти, это часто, что случается в организациях, которые используют юзисторис для написания требований, это то, что либо вообще отсутствует аксептная скритерия, либо они очень плохо определены. И это тоже происходит по разным абсолютно причинам, потому что иногда все написание и разработку из историс накладывают на одного члена команды. То есть, они говорят, ты у нас BA, иди пиши. Ты у нас SA, иди пиши. Ты у нас product owner, иди нам все подготовь, чтобы все было четко понятно, что вы хотите, какое именно value вы хотите получить, какую ценность, и давай нам всю историю из аксептная скритерии, или как дальше. Вот. И это... Почему это происходит? На самом деле, в хороших командах, которые действительно сплоченные, они выделяют время на то, чтобы проработать аксептная скритерия. Вместе с теми людьми, которые специалисты в тестировании, вместе с теми членами команды, которые специалисты в девелопменте, проработать эти аксептная скритерии. Чтобы не получилось так, что аксептная скритерия прописаны только бизнес-сайт, как бы или человекам, которые ответственны за бизнес-ценность, и никак не касались девелоперской стороны. Или же наоборот, чтобы это не упало на плечи только девелоперов и тестеров. То есть, как организовывается команда, у всех все работает по-разному. Но вот эта ошибка, как бы я вижу на своей практике, очень часто случается. Некоторые команды вообще не пишут аксептная скритерия, либо пишут такой же аксептная скритерия почти, как use-a-storage, такое же требование здесь в описании, такое же требование в аксептную скритерия. Либо пишут... Либо вообще не пишут аксептная скритерия. Да, ребята, идите. На самом деле, на нашем мастер-классе первая вводная часть будет посвящена тому, что мы будем рассматривать agile команду и роли в команде, каждый из человек, который выполняет в этой команде. И именно здесь мы будем более подробно разговаривать о том, кто ответственен за написание первоначальной use-a-stories, и как use-a-storage проходит вообще по... Вот именно по... в течение разработки, когда она попадает в программисту, когда она попадает в тестировщику, кто дополняет user-stories с acceptance-критерией, кто ответственен за то, чтобы не было упущено acceptance-критерии, и как писать, конечно же, хорошее acceptance-критерие. Угу. Ребят, вот есть вопрос. Как насчет сравнения use-a-stories с job-stories? Я, Артем, хочу сказать, что на самом деле такое понятие, как job-stories, ну, я в своей практике не встречала, я работала в нескольких компаниях в Америке, мы не использовали job-stories вообще. Поэтому я не знаю. Мне кажется, это какое-то либо слегка архаичное, из каких-то книг и авторов, которые не используются, либо какое-то совершенно новое понятие для меня. Use-a-stories, на самом деле, нас еще часто спрашивают сравнение между use-a-stories и use-кейсами. Опять-таки, то, что мы замечаем здесь, в Америке, это то, что use-кейсы намного меньше используются. Они почти не спрашиваются ни в каких вакансиях на бизнес-аналитика, на SA или там Product Owner или Scrum Master, use-кейсы почти вообще не используются в американских компаниях. Будь то это государственные компании, будь то это частный сектор, я вижу все меньше и меньше. Но то, что agile набирает силы, набирает обороты, как в Америке, так и в России, и именно написание agile рекламентов способом use-a-stories, вот это мы видим постоянно. Это мы видим просто очень часто встречаются сейчас в вакансиях, причем на абсолютно разные позиции. Так, хорошо, давайте перейдем на следующую ошибку, и это не соответствует use-a-stories, это четвертая ошибка, не соответствует use-a-stories, а бизнес-ценности, то есть те use-a-stories, которые не несут бизнес-ценность, которые мы пытаемся передать. То есть здесь мы с вами будем говорить о том, как работают с нашими заказчиками, как работают с нашими стейк-холдерами, как помочь им понять, какие use-a-stories на самом деле для них несут ценности, и как написать эти, как передать эти use-a-stories на бумаги или, может быть, в каком-то другом инструментарии. Кто-то использует Jira, кто-то использует, может быть, Confluence или какой-то другой инструментарий. Как положить это все, скажем так, на письмо? Это вообще очень важный такой момент, потому что, если мы не даем ценность в своей разработке, ту ценность, которая понятна именно бизнесу, то смысл в разработке или смысл этого спринта, он потерян. Я, конечно, понимаю, что есть спринты, которые специально сделаны для того, чтобы там бэклин подкрутить, что-то там с чем-то связать технически, но всегда-всегда мы должны давать эту value, которую можно бы увидеть и потрогать, и показать в нашем демо, и которая принесла бы смысл. То есть, либо если мы начинаем разработку продукта, то мы должны дать уже в каком-то первом релизе минимум value product, да, то в каких-то первых спринтах мы уже должны показать что-то, мы должны показать какой-то фундамент, мы должны показать какие-то стены, мы должны что-то показать клиенту, чтобы он почувствовал, что идет прогресс. И вот на этом очень часто бизнес-аналитики, продукт-оуноры и вообще скромастеры команды, они застреют, потому что, опять, каждая команда самоорганизовывается или из-под палки самоорганизовывается, если у вас еще есть куча продакт-менеджеров и продикт-менеджеров. Но команда теряется в этой ценности. Иногда у нас продакт, продакт-оунор, это либо бизнес-аналитик, либо человек какой-то со стороны бизнеса, и тогда у нас идет разная вот эта динамика группы. Если это человек со стороны бизнеса, этот продакт-оунор приходит к вам на спринт-плэннинг, не знает, что вам сказать, потому что вы боитесь сорганизовать этого продакт-оунора, чтобы он вам действительно дал те требования, которые вам нужны. Поэтому, ребят, если вы тот человек, который ответственный за юзу-сторис, вам, как говорится, и карты в руки, вам нужно сорганизовать так, чтобы вы поняли от бизнеса и бизнес-ценность, чтобы вы составили правильно эпики, то есть самые главные задачи, которые хочет решить бизнес, написали это их языком и могли правильно распределить, разделить эти эпики на юзу-сторис, правильно сделать юзу-мэппинг, да, и, естественно, конечно же, как часть вашей скрам-команды. У кого вот такая есть такая же ошибка или такая же проблема, что либо вы пишете юзу-сторис, либо кто-то еще, либо вы командно пишете, то есть есть вообще на самом деле разные стили, разные подходы, но вы чувствуете, что иногда вот эта инкрементальная бизнес-ценность, она сквозь пальцы утекает, то есть ее нет, ее не видно каждый спрей. Или может быть, кого-то такая ситуация. Тестировщик или программист, который работает с юзу-сторис других людей, часто юзу-сторис пишет о продукт-оуноре, или, допустим, опять мы с вами будем говорить о будущем бизнес-аналитика в отчаянии на следующем касте, скорее всего, будет в начале следующей недели, и там мы с вами поговорим вообще какие варианты существуют у бизнес-аналитика в отчаянии, и именно кто пишет юзу-сторис, и как вам именно перейти в эту роль. И опять-таки Анна спросила, может быть, пишите, пожалуйста, если у кого-то был предыдущий опыт с юзу-сторис, и вот вы видите, что на самом деле ценность они не несут, то есть не чувствуете, что вы представляете своему клиенту то, что на самом деле я хотела бы увидеть. Так. Отлично. Максим пишет, что есть такой опыт, только не совсем понятно, мы тут говорили о том, что есть ли вообще опыт, или есть ли опыт того, что есть, видит такую ошибку, что ценности нет в спринте. Делитесь своим опытом, очень интересно, нам очень интересно иметь с вами вот этот диалог, что не только мы замечаем это на своей практике, что у вас прям похожи, вот такие же ошибки, такие же ситуации, что мы видим, что это действительно релевантно, то есть нам очень важен этот фидбэк. То есть, ребят, чему это все ведется на самом деле? Наша задача, опять-таки, мы самые практикующие бизнес-аналитики, мы сейчас вот у нас, не знаю, 7-15-7-20, после этого прям буквально сразу едем тоже в офис, мы работаем, в принципе, каждый день в офисе, в начале разработки, как со стейкхолдерами, с бизнесом, так и с нашими разработчиками, то есть технической командой. И наша цель, мы понимаем, что на самом деле мы должны сделать так, то есть мы ответственны за качество нашего продукта, мы ответственны за то, чтобы то, что наш клиент получит в результате выполнения продукта, будет соответствовать его нужным. Теперь, для чего это делается? Ну, конечно же, продукт само собой, да, но давайте посмотрим на это с карьерной точки зрения. То есть, когда мы deliver, когда мы производим то программное обеспечение, тот продукт, который на самом деле несет ценность, как для организации, так и для нашего клиента, то мы с гордостью можем сказать, что мы участвуем в таком-то продукте, который был, точнее, проекте, который произвел очень эффективный и сильный продукт. И вы, наверное, не удивитесь, что таких людей очень часто замечают больше всего на рабочем месте, предоставляют их новые возможности, карьерные возможности. Кому-то предоставляют повышение в ближайшее время, кому-то предоставляют поездки, да, на интересные, разные интересные проекты. Именно поэтому наша цель это не просто научить вас писать user stories, по какому-то принципу, наша цель это использовать американские технологии, используя тренинги, которые мы с вами брали. Я в том, полтора года назад получила тренинг скроммастер, то есть, опять-таки, используя основы всех этих тренингов, дать вам именно такую информацию, которую вы, в принципе, наверное, не сможете получить в других тренингах с учетом того, что многие тренинги основываются не, как бы, не преподаются выходцами из американских компаний. Поэтому, ребят, если вы на самом деле вот как бы заинтересованы в эффективной карьере, построении эффективной карьере, посредством agile, передовой методологии в современном мире, то, пожалуйста, приходите к нам на мастер-класс. Ну, сейчас, наверное, так, вопросы... Да, еще, если есть какие-то вопросы, вы уже можете походу задавать. Я вижу, что кто-то пишет, Михаил, нужны приоритетно. Ну, конечно же, естественно, когда вы разрабатываете свои эпики, news stories, естественно, это нужно все приоритизировать. Ваш бэклог, продукт бэклог, спринт бэклог. Опять-таки, о всех этих понятиях мы, естественно, будем говорить в вашей классе. Приоритизация, конечно, абсолютно обязательно важна, потому что что-то важно сделать сейчас клиенту, что-то можно попозже. Опять-таки, ошибка, я знаю, что-то, наверное, бонусное, но все равно ошибка такая, что это не вы, не ваша команда самой главной приоритизации. Хотя, да, конечно, с технического какого-то бэкэнда нельзя что-то показать, а в франт, да, тогда, конечно, команда добавляет приоритизацию. Но вообще, самая главная приоритизация это бизнес приоритизации. Если вы сделали какой-то спринт, показать вам нечего, ну, то есть желательно, если у вас нужно бэкэнд сделать, нужно прям все вот эти истории пособирать в один, уже чтобы действительно сказать, что без этого не так. Или же очень часто делают некоторые команды в одной из компаний, все равно добавляют какое-то что-то, несколько юз-историй, с которыми можно действительно показать клиенту как демо. Конечно, если мы совсем со скретч начинаем продукт, то часто показать особо нечего, но если это доработки, если это какой-то уже второй и последующий релизы, улучшение нашего продукта, то всегда обычно есть что показать. Хорошо, задавайте вопросы по ходу. Он спрашивает, где информацию можно знать про мастер-класс, ссылочка будет... Слушайте, наверное, Николай у нас там есть. Николай, если вы там, то можете прям ссылку уже на мастер-класс скинуть, потому что мы планировали сами сейчас после уже нашего каста скинуть ее, так как мы разговариваем и нам сложно сделать ссылочку. Сам мастер-класс будет проходить 8 апреля. Это мастер-класс на 5 часов. У нас будет три разных модуля. В первом модуле мы просто поговорим о том, что такое Agile, вообще принципы Agile, какие есть методологии Agile-овские, Scrum и Kanban, также какие роли в Scrum-команде и так далее. То есть, это такое введение в Agile. Второй модуль это у нас технологии разработки Use Stories, в котором мы будем говорить о том, какие есть характеристики Use Stories, как их правильно разрабатывать, чтобы проверить и валидировать ваши Use Stories. И третий модуль это на самом деле практика, в которой мы будем с вами через кейсы, через упражнения прорабатывать это написание. Ну и естественно, конечно же, в втором модуле в технологии будет и формат, о котором мы говорили, что это частая ошибка. И все для того, чтобы ваши истории были структурированы, эффективны и несли бизнес-ценность наконец-то нашему клиенту. Ну и еще, конечно, что очень важно, на мастер-классе у вас будет шанс проработать ваши реальные ситуации, то есть, если у кого-то сейчас трудности на рабочем месте, не совсем уверен, насколько вы пишете вот именно эффективные и правильные Use Stories, то будет возможность попрактиковаться и спросить вопросы. Да, и конечно же, ответы на ваши вопросы, потому что мы получили столько много вопросов, мы даже стараемся вот этими кастами какие-то вопросы открыть. И кто пишет Use Stories? И это такое все время какой-то war, это какой-то holy war, а кто пишет, а кто не пишет? Ребят, на самом деле команды саморганизующие, вариантов очень много, мы про все эти варианты расскажем, чем какой-то вариант лучше, чем второй, что делать, если у вас команда неорганизована, если она организована вот так, что делать, если у вас роль продуктованер, что вы на себя можете взять, где вы можете себя ярко показать в разработке Use Stories, если вы вообще в аджале, если вы скрам-мастер, как вы причастны к написанию Use Stories, это все мы с вами будем обсуждать и прорабатывать на мастер-классе. Еще раз хочу напомнить, что если вас заинтересовался на мастер-класс, мы скинем ссылочку в конце этого каста, и вы можете записаться сейчас до 23 марта, что до завтра, по самой лучшей цене, потом цена будет повышаться. Наверное, еще одна. Да, у нас осталась одна, но, в принципе, Анна уже подошла к этой последней, пятой ошибке, и это то, что многие люди не понимают разницу между Epic и Use Stories и не умеют правильно и громадно провести это и на разбить Use Stories на такие маленькие неделимые части, которые будут составлять Epic. Да, то есть тоже часто одна из ошибок, которую вы сами выделили, потому что мы делали опрос до этого каста, тоже часто вы говорите, что они такие огромные, что непонятно, что делать, непонятно, когда она сделана, это Use Stories, да, вот эти Definitions of Done непонятны, Acceptance Criteria непонятны, потому что это Use Stories огромно. Иногда это то, что вот Алла только что сказала, Use Stories путают с Epic, как их разделить, как в смысловом понимании понять, чем Epic отличаются от Use Stories, как разделить огромную Use Stories на две или на три, потому что, например, они у вас не помещаются в спринты, и тем же самым, все равно, каждая Use Stories должна приносить Business Value, да, бизнес-ценный. Как это все делать, мы тоже говорим на мастер-классе. Опять-таки, очень частая ошибка, действительно многие наши участники группы, наши студенты жалуются именно на вот эту часть, что она такая огромная, что ее невозможно, ну, как бы, понять простому человеку. Опять-таки, это обычно исходит из того, что Use Stories пишут более, люди более технического склада, то есть, они туда все забивают себе, как надо, вот так вот чуть ли не весь рекламент документ, если бы вы были в обычном, если бы вы были не в agile environment, у вас там рекламент документ, да, огромные документы, разделили, еще какие-то документы, в которых вы свои рекламенты пишите, так вот, они забивают чуть ли не все это там в одно аксерпенс-критерие, вы там разбираетесь, что это, о чем это, а когда бизнес вообще спрашивает, а что мы делаем сейчас, то ответа, как бы, нет, потому что такую Use Stories показать бизнесу, ну, наверное, не стоит больше. Ребят, если какие-то ошибки, которые вы заметили у себя на проекте, заметили в своей организации, или если же какие-то вопросы у вас именно по agile разработке, пожалуйста, задавайте, мы будем рады ответить на них в кастах, в нашей группе, а также на мастер-классе, и если сейчас вот вы нам зададите, если нет, то из них мы прямо сейчас можем на них ответить. Если у кого-то есть вопросы по мастер-классу, тоже, пожалуйста, пишите сейчас в чат, допустим, как Антон задал определенные вопросы, мы постараемся, ну, как вот, на самом деле, дать вам в самый полный нарыг и сейчас. Что такое? Одна большая ошибка, не используем из-за stories. Да, может быть, сейчас, Антон, вы не используете, но это то, что мы видим, что вообще приходит прямо везде и повсюду, и когда переходят в Adjal, пусть они переходят косо и криво, в том смысле, как организовывается Scrum-команда, что мы на самом деле не самоорганизующие еще и с начала, да, но то, что они самые первые берут, когда на Adjal переходят, это эти user stories. Опять-таки, на моем примере, на моем опыте в нескольких компаниях. То есть, Антон, на самом деле, вы правы, и причина стоит в том, что в отличие от традиционной разработки, да, SGLC, Agile, Scrum, Kanban, у многих людей, у многих компаний, которые смотрят на вообще методологии разработки Agile, кажется, да, очень интересно, такое впечатление, что намного быстрее все движется, то есть, как бы, есть определенные бенефиты, но, тем не менее, именно процесс внедрения Agile в компаниях очень-очень такой болезненный, требует очень такого пристального наблюдения, и мы даже, вот, когда сами работаем в компаниях, мы замечаем, что должен быть человек, в основном, это Scrum Master, который коучит Agile команды, то есть, является ментором команд и бизнеса, то есть, видите, одна из таких, как бы, вот именно, challenges, то есть, таких трудностей внедрения, это тоже, к сожалению, в отличие от SGLC, в Agile нет такой, ну, как бы, hard stop, такой остановки, да, то есть, мы никогда не знаем, когда мы закончили, когда мы закончили собирать Use the Stories для спринта, мы, у нас нету такого официального процесса, который называется Scope Log, то есть, когда мы прекращаем собирать, добавлять какой-либо скоп в наш проект, и поэтому, это трудность, вы видите, что очень многие команды, они просто не знают, как это контролировать, и именно поэтому, мы, как бы, осознаем эту ошибку, часто ее, не ошибку, это даже трудность, на самом деле, часто ее сами видим, и вот в первой части нашего мастер-класса, мы будем немножко говорить о том, как минимизировать вот эту боль, и как с легкостью, ну, не с легкостью, легко это не будет, но как минимизировать, как бы, боль всей команды при переходе в Agile разработку. Да, это наблюдается, очень сложно перейти на Agile, потому что, в принципе, все понимают, многие с ними согласны, но когда речь идет о применении в жизни, каждая команда как бы наступает на общие граммы и на свои. Абсолютно верно. У кого остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, давайте буквально еще мы подождем несколько секунд, и если у вас, в принципе, больше нет вопросов, то следующий каст у нас будет на следующей неделе, ну, а для тех, кто уже знает, что пора, как говорится, совершенствоваться, пора переходить на User Stories и подписать эффективные User Stories, пожалуйста, проходите по ссылке внизу этого каста, и мы с вами уже увидимся на нашем мастер-классе, который пройдет 8 апреля. Еще хочу сказать, мы, по-моему, не упомянули, мастер-класс будет идти на протяжении 5 часов, это будет один день, форма ведения онлайн, опять много теории, много практики, поэтому, пожалуйста, поставьте, что вас, в принципе, мало что отвлекало в эти 5 часов, потому что, то, как мы с вами обычно ведем, у нас очень интерактивно, активные тренинги, и причина по этому, это то, что мы пытаемся отдать вам информацию по максималке, то есть мы не просто возгрузим теории сухой, где-то в конце делаем практику, практика, задания практически идут по ходу мастер-класса, то есть поэтому постарайтесь, чтобы у вас была вот эта возможность и сконцентрироваться, на самом деле, получить максимальную пользу от мастер-класса. Я вижу, тут Эльвина задает вопрос, как вы видите User Stories для интеграционных процессов, то есть где, собственно, нет юзера, но сложный процесс валидации даты. Именно здесь есть несколько вариантов, на самом деле, нужно понять, это часть, то, что вы делаете сейчас, интеграцию, это часть какого-то другого большого проекта, это просто подпроект, так скажем, который вы сейчас делаете. Если это подпроект, и вы четко знаете, что это принесет юзеру наконечным, то ваши User Stories все равно должны полностью проходить через юзера. То есть мы сейчас делаем валидацию даты, мы сейчас делаем даты анализы, мы сейчас делаем для чего? Для того, чтобы что случилось. То есть мы даже можем писать, что я как человек, который интегрует проекты, или я как девелопер, мне нужно сделать вот это, вот это, но для того, чтобы что было юзеру, для того, чтобы что система могла делать, да, для юзера. То есть здесь как бы допустимо использовать я как девелопера, или я как еще кто-то, да, который этим проектом занимается. Но когда мы говорим про третью часть, мы всегда говорим о ценности для юзера. Опять, если вы действительно на этой части и вам эта ценность видна. Бывает такое, что интеграционный процесс действительно очень огромный проект, и вы настолько уже несколько слоев от юзера удалены, вы настолько удалены от каких-то там его системы, что вам очень сложно писать с этой позиции. Тогда, ну как бы, это вообще нежелательно, но я знаю, что многие компании пишут это действительно как такие технические дата-требования просто почему-то в юзер-сторий формате, потому что есть вот эта интервьюционная разработка, потому что есть спринт-тей. Поэтому на самом деле, если вы уже прям столько удалены от юзера, то, ну в общем, как говорится, старайтесь, но все равно старайтесь этим теме с показать. пользователь все равно есть. Он может быть не конечный юзер, не бизнес-юзер, да, но он все равно есть. Если это техническая работа для поддержания какого-то технического процесса, то все равно у вас будет какой-то пользователь или это может быть система, которая заинтересована в выполнении этого юзер-сторий. Так, больше пока не шансов. Ребят, задавайте свои вопросы, мы ответим на них в следующих кастах, ответим на них в мастер-классе. Еще раз хочу напомнить, что ссылка на регистрацию будет внизу, повышение цены на мастер-классы у нас будет уже в пятницу, поэтому, ребят, кому нужно проработать юзер-сторий, пожалуйста, записывайтесь. А мы с вами увидимся на следующей неделе в следующем касте или на нашем мастер-классе 8 апреля. До свидания. Всем хорошего дня, до свидания. До свидания. Так, до свидания.